Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие Слово Божие. Мы продолжаем с вами исследование книг «Деяния апостолов» на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 17 главу. Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний. Открывая и доказываем, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из еленов, чтующих Бога великое множество, так и из знатных женщин немало. Но неуверовшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и, возмущали город, и, приступив к дому Асона, домогались вывести их к народу. Ненадя же их, повлекли Асоны и некоторых братьев городским начальникам, крича, что они, они всесветные возмутители, пришли и сюда. Такая вот ситуация, мы видим, что апостол Павел продолжает свое путешествие, приходит в Фессалонику, где, как сказано, была иудейская синагога. Когда, милостью Божией, еще в хорошие и благодатные времена группой, с группой паломников, мы посещали святую гору Афон, то в любом случае прилетаешь в этот город, в Фессалонике. И вот помню, что когда мы улетали обратно, то была задержка рейса на два дня. Я очень переживал, думал, зачем эта задержка, мне уже надо быть в Москве с этими рейсами, вот, и, ну, как всегда, ропот какой-то. Ну, потом решил походить по Солоникам, и мы вдвоем остались с одним человеком, вот наш рейс именно откладывался, разными летели рейсами с группой. И, ну, конечно, мы сходили Дмитрию Солонскому в этот огромный собор, посетили и свидетели Григория Палома, где его мощи, другие святыни. И потом уже, когда спускались в море, к морю, чтобы найти какое-то кафе, вдруг я с правой стороны увидел огромное здание, такое видно, что это было культовое сооружение. Когда я подошел поближе, я увидел, на ней была табличка, было написано «Синагога». Тогда я открыл 17-ю главу книги Деяния апостолов о Священном Писании, я всегда ношу с собой, и прочитал эти слова, еще многие есть некоторые фрагменты Священного Писания города Солоник. И там стоял охранник, я у него спросил, а какого года, потому что не написана была эта синагога, он говорит, ну, я вот не могу сейчас вас пустить, здесь все закрыто, но я вам скажу, что эта синагога, она примерно третий век до Рождества Христова. Я говорю, и сколько времени она здесь? Она говорит, всегда, вот с третий века до Рождества Христова, это центральная синагога. И тогда, я отойдя от синагоги, я перекрестил в сторону православного храма и понял, что именно в этой синагоге проповедовал апостол Павел, потому что это была центральная синагога в области берега моря. Вы не представляете, братья и сестры, какое состояние, когда ты проходишь по этим местам, зная Священное Писание, соприкасаешься со всем этим, это обыкновенное, необыкновенное такое внутреннее состояние. Итак, мы видим, что здесь были и женщины из Еленов. А что это были за женщины из Еленов, которые были в синагоге? Это были действительно язычницы, но они желали такого благочестивого образа жизни, потому что в языческом мире женщина, в общем-то, была, ну, как вещь. Она была предметом такого вот обмена какого-то, не было никакого строгого отношения к ней. Поэтому некоторые женщины, которые искали какой-то защиты, особенно одинокие женщины, искали какой-то защиты, то они принимали иудаизм, потому что все-таки в иудаизме, ну, несмотря даже на все то, что там было, был какой-то порядок, и к женщинам отношение было другое. Они могли носить закрытую одежду, да, иудейскую специальную одежду, и уже не были так доступны, как в языческом мире, вот всяким похотливым, нагловатым мужикам, скажем так. Поэтому они принимали с охотностью такие желают какой-то благочестивый образ жизни. Они принимали, так называемые, празелитки, принимали иудаизм. Видите, как сказано, как из еленов, читающих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Многие уверовали, но также были и неуверующие иудеи, и они, видим, что берут апостола Павла, идут к дому некого Иосона, домогаясь вести их народу, а Ассон принял их, и все они поступали против повеления Кесаря, почитая другого царя Иисуса, то есть они начинают на них обвинение, и встревожили народ, то есть клевета такая, лишь бы произвести какой-то бунт, возмущение, и городских начальников, слушав это. Но сии, получив удостоверение от Иосона и прочих отпустили их. Братья же немедленно, ночью отправили Павлу и Силу в Вирию, куда они прибыли, пошли в синагогу иудейскую. Мы видим, вот это вот интересный очень факт, его надо заметить. Некоторые говорят, ну что, зачем там уходить от опасности, если она есть, не лучше ли принять мученический венец? Надо сказать, никогда так не спаситель не поступал. Помним, когда что-то ему угрожало, он говорит, не пришло еще время, и прошел между людьми. Помните, незамеченным. И апостол Павла, мы увидим, в дальнейшем в корзинке будут спускать, для того, чтобы сохранить и было, и будет, для того, чтобы сохранить апостолов и проповедников, и священников. То есть нужно беречь тех людей, которые, как сказано у апостола Павла, как есть такие удивительные слова, он пишет так, поминайте наставников вашим, которые проповедовали вам Слово Божие. И потом, если они все-таки заканчивали мученической конченой, он говорит, взирая на конченную их жизнь, подражайте вере их. Но здесь они заботятся, чтобы не повредили апостолов. И они, видите, отправляют их в другую синагогу, в другой соседний город. Далее, здешние были, как сказано, благомысленные фессалникицких, и они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это или так. Здесь сопоставляется, что вот в этом городе, в Верии, были люди более последовательны в изучении священного Писания. Очень хорошая такая подсказка. Они разбирали ежедневно, постоянно, точно ли это так. Что же они рассматривали? Они рассматривали ветхозаветное пророчество, ветхозаветное Писание. Точно ли это так, что Христос — это и есть Иисус, то есть что Он Мессия, и что Он Мишаах, и что Он Спаситель. И многие из них уверовали, и из еленских почетных женщин, и из мужчин немало. То есть вот те вот, которые готовились, чтобы принять иудаизм, то есть такие празелитки, они слышали проповедь апостолов и, исследуя священное Писание, уверовали. Но когда фессалоникийские иудеи узнали, что Верии проповедано Павлом Слово Божие, то пришли туда, возбуждая и возмущая народ. Мы видим, что они преследуют. Ненависть настолько сильна, что они преследуют апостола Павла и силу. «Тогда братья тот час отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там». То есть мы видим, что разделяется группа людей, Павла они отпускают, хоть чтобы кого-то сохранить, если уже дойдет до того, до тюремного заключения. И Павел шел как будто гуляющий к морю. А Сила и Тимофей остаются. Мы помним с вами, когда в Ветхом Завете апостол Иаков убегал от брата своего Исава, у которого он восхитил, помните, первородство, но, впрочем, и Исав сам его продал за чечевичную похлебку. И когда Иаков возвращался обратно, помните, то он разделил семейство свое, дабы что-то сохранить. Поэтому апостолы, наученные многими библейскими образами, поступают примерно так же. Тогда братья тот час отпустили Павла, и 15 стих сопровождавший Павла, проводили его до Афины и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города полного идолов. Действительно, Афины представляли себя страшное капище, как свидетельствуют многие историки и исследователи, что чуть ли не на каждом 20-50 метров стоял какой-то идол. То есть 20-50 метров идол. 20-50 метров идол. Итак, он рассуждал в синагоге с иудеями, ищущем у Бога ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейской, истоических философов стали спорить с ним, и одни говорили, что хочет сказать нам этот свой слов, а другие, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благословал имя Иисуса и воскресенье. Взяв его, привели в Ариапах и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповеданное тобою, ибо что-то странное ты влагаешь в уши наше, посему хотим знать, что это такое. Афиняне и все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не приводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. Мы видим, что здесь две философские школы, эпикурейская и истоическая. Но если кратко сказать, эпикурейцы — это гедонисты. Эпикур, его детство, оно проходило достаточно, ну, такое, ну, скажем, жестокое, что ли, детство по отношению к нему именно. Его мама часто била, запирала в чулан, поэтому, когда он вырос, то он познакомился с неким Зеноном, с его писаниями, потом создал свою эпикурскую школу и вывел такую концепцию для того, чтобы не было страданий, зла, надо создать такое место и действительно и его произведения, сады, и то есть нечто подобное земному райскому саду, где бы было все, все наслаждения, все, что ты хочешь, ни в чем себя не сдерживать, такой гедонизм. Вот в этом был весь смысл эпикурейства. Стоики были более строгие люди, но весь стоицизм, он, в общем-то, был в том, что там была философия пантеизма, то есть религия пантеизма, все есть Бог, Бог изливает из себя все, но стоицизм также проповедовал и предопределение, то есть судьба, рок, ничего не избежать, и поэтому вот это вот выражение, которое иногда используется современным человеком, если не можешь поменять ничего, поменяй отношение к этому обстоятельству, это как раз стоицизм, то есть если не можешь поменять что-то, то поменяй отношение, не можешь, ты впадаешь в блуд, не можешь поменять ничего, ну, значит, смирись с этим, значит, такой урок судьба, пьянствуешь, ну, не можешь ничего поменять, ну, поменяй к этому отношение, ну, все пьют, вот это вот как раз стоицизм, то есть не надо бороться против чего-то, не надо противостоять своим страстям, ну, раз не получается, ну, плыви по течению, то есть, значит, так Бог предопределил, Вот такова была философия стаицизма. Но это очень кратко, конечно же, там было и целое развитие, были разные школы. Итак, вставь Павел среди ариапага, сказал, «Афиняне, по всему я вижу, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны». Вот нам очень интересно проповедь апостола Павла, которая обращена к язычникам. Мы сейчас с вами увидим различия проповеди, которые апостол Павел и апостол Петр обращали к иудеям. И к язычникам. Видите, с чего он начинает. «Афиняне» он говорит, «по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Сего-то, которого вы не знаете, не зная чтить, я проповедую вам». Смотрите, насколько мудра проповедь апостола Павла. Он говорит, что вы не набожны, а как говорит, по всему вижу, что вы как бы особенно набожны. Он не говорит, вы верующие люди, вы такие удивительные, хоть вы исповедуете другую веру, но смотрите, какие вы образецы для подражания. Нет, набожны. Набожность бывает разная. Дальше он говорит, нашел камень, действительно там стоял камень неведомому Богу. Есть такое предание о том, что когда-то там в этом Ареапаге бес выскочил из-под земли, что-то там похохотал, какой-то там огонь низвел из стены или что-то такое, и обратно юркнул под землю. Все испугались, и по своему языческому обыкновению, то есть сознание язычника какое, чем больше мы будем знать о каких-то богах и им угождать, тем меньше мы можем получить от них вреда. И они не знали. Они спросили ему, как тебе имя, но он расхохотался и попрыгнул там с происподнюю. И тогда они поставили камень, написали неведомому Богу. Ну, на всякий случай. Мало ли там, чтобы не получить от него никакого вреда. И вот апостол Павел, смотрите как, он говорит, неведомому Богу написано, всего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам. То есть он с ними начинает говорить на их языке, но в слова вкладывает свой смысл. Как помните, язычники, они вкладывают свой смысл, а он вкладывает свой. И постепенно сейчас будет подводить их сознание под восприятие Слова Божия, под восприятие Иисуса Христа как Мессии. Но не начинает он с пророчеств ветхозаветных, потому что неизвестны были нестойкам и эпикурейцам. Может быть, они что-то о них слышали, но это им было не очень интересно. С чего он начинает? Для языческого сознания. 24 стих. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храму живет». С чего он начинает? Он начинает говорить о Боге-творце. Потому что эпикурейцы этому вообще не уделяли особого внимания. Они жили своим гедонизмом. У стойков было свое представление о духах, но не настолько. Пантеистическое такое понимание. Бог есть все. Такое, что Бог из себя излил имманации из творения этого мира. О чем же говорит апостол Павел? А апостол Павел говорит о том, что Бог, он вездесущий, этими словами, все знающий, все ведущий, не вмещающий себя. Он во всем, но не вмещающий себя в этот храм. И он начинает свою проповедь о том, что Бог творец и промеслитель мира. Это любому человеку, занимающемуся миссионерским служением, очень хорошая подсказка. Какая? Не надо ничего выдумывать, когда мы начинаем, например, какой-то курс бесед, лекций. Надо начинать с самого первого в нашем мире, где проповедуется сегодня эволюционизм. Это на самом деле древние различные философские и еретические учения о том, что мир возник из ничего. Об этом говорил, в общем-то, Аристотель. Это не прогресс. Что мир возник из воды, сам по себе. Об этом говорил Фалес, древнегреческий философ. Истоики в некой мере были знакомы со всеми этими школами. Поэтому апостол Павел знает, с какими школами о происхождении мира они знакомы. С философскими. Аристотеля, Платона, сама же стаэтическая школа. У него было свое такое учение, которое пересекалось с другими философскими школами о сотворении мира. И апостол Павел начинает именно с этого. Бог, говорит, сотворивший мир. Бог, сотворивший мир, все, что в нем, он, будучи Господом, то есть Господином неба и земли, он единственный собственный во вселенных. Не в рукотворных храмах живет. Не можете вы вместить Бога в этих идолов. И дальше смотрите, что пишет. И не требует служения рук человеческих. То есть, он говорит о том, что ваши действия, а языческое сознание хотело всегда чего? Манипуляцию Богом. Но он говорит, невозможно Богом руководить. Он не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Сам давая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. И теперь он переходит о том, что Бог сотворил и Адама, и Ева. Но смотри, как он говорит. Он не говорит и Адам, и Ева, и Бытие 3.15, и вражду положу между тобой. Нет. Он говорит с ними на философском языке. Но излагает им истины Божии. Христианские истины. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, предназначив предопределенные времена и пределы их обитания. Смотрите. Предопределенные. Мы сказали только что. Кто верил в предопределение? Стоики. Он говорит на их языке. Он говорит, что да, Бог, но он в слово предопределение вкладывает другой смысл. Он говорит о том, что Бог промыслитель этого мира. И положил пределы обитания всему народу. То есть касается здесь вопроса национальности и народности. Все, что было им знакомо. Дабы они искали Бога. То есть, говорит, смысл. Зачем все это Бог сделал? Не ощутят ли его, не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем. Как и некоторые из ваших стихотворцев говорят, мы его и род. Смотрите. Он еще и приводит здесь поэзию для них. Известного очень для них поэта из книги «Явление поэта Арата». Они его все знали наизусть. И в «Реопаге» он считался самым известным. Может быть, как у нас там, скажем, если говорить о русских, там Пушкин. Вот он приводит им цитаты из этого. Представляете, насколько он завладевает их вниманием, и слух их, в общем-то, обращен к тому, о чем он говорит. Мы его и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившую образ искусства и вымысла человеческого. Видите, как он говорит, знаете, это огород, в чей огород камень? В стоиков. Знаете, почему? А стоики, они видели, что внешне вообще ничего повлиять на человека никак, на его веру нельзя. Вся вера, она внутри и в человеческом интеллекте. Стоики ничего лучшего не находили, как только рассуждать. И они говорили так, что в логике и в рассуждениях начинает человек рассуждать, рассуждать, рассуждать. И в этом как раз, да, проявляется вот сила божества и понятие о божестве. Поэтому апостол Павел так и говорит. Получившему образ из искусства и вымысла человеческого, то есть из интеллекта. Видите? Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям, всем повсюду покаяться. Теперь он их уже призывает к перемене ума. Он говорит им на понятном греческом языке покаяться. Он говорит им метаноэ. То есть, если перевести дословно, чтобы вы как слышали это греки. Итак, оставляя времена неведения, то есть он мягко начинает, но вы раньше этого не знали, понятно. Но теперь вот я вам предлагаю. Бог ныне повелевает людям повсюду перемениться умом, переменить свое мышление. Опять он обращается к стойкам. Переменить вам свое интеллектуальное мышление. Видите как? Перемена ума, метаноэ. Ибо он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предоставленного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Теперь он переходит уже к более серьезному вопросу и говорит о том, что после этой жизни есть жизнь. И суд, уж кому-кому, а грекам было известно, что такое суд. Они только занимались этим, что судились. Но вот он говорит, что есть такой муж, который воскрес из мертвых, и он будет судить мир. Заметьте, не ссылается апостол Павел здесь ни на пророка Исаия, ни на других мессианских пророчек, ни на пророка Захария, ни на псалмопевца Давида. Почему? А им это не нужно. Им это не нужно. В другом месте, когда он будет разговаривать с иудеями, он будет ссылаться. Поэтому если мы говорим с людьми, которые поражены, например, эволюционным сознанием, что мир произошел не из чего, то надо говорить именно об этом. Потом дальше нужно продолжить о том, а ученые, действительно, они были все неверующие. И цитировать не ветхозаветные пророчества, а именно цитаты ученых, которые... Почему так? А потому что для многих людей цитата ученого человека, говорящего о Боге, о вере, не отрицающего, наоборот, утверждающего, она будет более весома. Чем нежели Иоанн Златоуст? Для нас он дорог. И каждого слова дорого. Потому что оно действительно золотое. А для людей и посторонних нет. Вот это, вот это, на самом деле, вот советую... Это такая вводная беседа, здесь всего не расскажешь о проповеди апостола Павла, но советую вот самим, да, поисследовать еще и у отцов. Это удивительное, упробовать обращение к язычникам. 32 стих. Здесь не сказано, что присоединилось после проповеди апостола Павла множество людей. Называются только два имени. Дионисий Арипагит и Дамарь. И еще там, ну, может быть, десятка или два человек. Не тысячи, как это было в другой раз. Но некоторые говорят, что эта проповедь была неуспешна. Я бы так не сказал. Присоединилось несколько, но кто? Хотя бы, скажем, Дионисий Арипагит. Это будущий епископ города Афин. Он был, как многие предполагают, из учения стоиков, такое более аскетичное учение, в отличие от апикурейцев. И он впоследствии, будучи христианином, уверовал с такой силой, что был избран и поставлен епископом. В этом смысле нельзя сказать, что где-то проповедь лучше, где-то хуже. Вспомним слова из Евангелия Атеана, 3 глава, 16 стих. Сказано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Помните это слово? Дабы каждый. Если перевести вот так вот более подробно, то можно перевести так. Если бы даже один погибал, Бог бы ради одного человека родился в этот мир, пострадал, умер и воскрес. Если даже один. И в этом смысле можно и вспомнить другую историю о 99 овцах. Если одна заблудилась, то радостей на беседах больше об одной, которую Господь найдет, чем о 99 праведниках. И в этом смысле не будем рассуждать, где миссия лучше или где хуже. Бог знает, где, когда, кого, зачем обратить и куда, какого миссионера послать. А где, как мы видели. И препятствия Дух не давал им в предыдущей главе проходить. Поэтому будем доверяться промыслу Божию. Будем делать все, что зависит от нас. А в остальном уповать на Бога. И вспомним слова святого Максима Исповедника. Как он и говорил. Бог и я — это уже большинство. Причем подавляющее. Субтитры создавал DimaTorzok